Начну с трёх принципиальных замечаний. Почему проблема отношения к земле нашей кормилицы имеет такое первостепенное значение? Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что сейчас идёт обстоятельное обсуждение по праву Конституции. И многие говорят о том, что надо подчеркнуть роль русского народа в объединении всех нашей духовности и языка. Я особо хочу это подчеркнуть, потому что в 1990 году русских на территории Российской Федерации было 120 миллионов, в следующем году будет меньше 100 миллионов. Мы в войну потеряли из 27 миллионов 20 миллионов русских и в ходе так называемых демократических преобразований ещё 20 миллионов. Фактически мы теряем государосообразующий народ, то без чего не может существовать в единстве наше государство. Потому что разрушен коллективный образ жизни прежде всего на земле и именно в сельской местности в 2-3 раза быстрее вымирает наше государство, потому что там за эти годы порушено здравоохранение, 5 раз сократилось число больниц и 3 раза детских садов. Или мы снова вернёмся к тем формам жизни, которые свойственны нашим людям, но даже семейная ферма и колхоз сегодня не могут нормально существовать при нынешних правилах. Второе замечание связано с тем, что мы самая богатая страна в мире. Вам досталось от отцов-победителей море ресурсов. Последние три года, каждый год примерно продаётся наших ресурсов на 20 триллионов рублей. В бюджете ни разу не было больше восьми. Когда было Ордынское иго, брали десятину со двора. Сейчас берут более половины. Если вы возьмёте, кто продаёт наше зерно за кордон, из 30 фирм, примерно 5 иностранные, самые крупные, они продают 80% нашего зерна. И третье – вложение в село. Советская страна вкладывала не менее 15%, нынешняя Европа вкладывает почти треть, Америка – 24%. За последние 10 лет мы ни разу не вкладывали больше полутора-двух процентов. Или будем вкладывать, или дальше будем хереть и вымирать. Это мы должны иметь в виду каждый, независимо от партийной принадлежности, национальности и местопроживания. Президент почувствовал важность этой проблемы. И Гордеев, и Кашин, и Володин, и я, неоднократно беседуя с Путиным, заявляли – это тема номер один. Она была рассмотрена на госсовете, определён порядок. Договорились выделить на эту программу для устойчивого развития села почти 2,3 триллиона. Прекрасно! Мы приветствовали, аплодировали, стали анализировать, каким образом отреагировало предыдущее правительство. 14 раз урезали, сокращали, и даже при рассмотрении последней редакции бюджета мы не убедили под эту программу, надо было выделять 80 миллиардов, вы не выделили и 40. Открываю вчера поручение президента после госсовета, слава богу, прямо записано. При перераспределении доходов решите эту проблему. Я очень рад, что к нам пришёл работать Гордеев Дум. Это профессиональный, грамотный человек, знающий село, жизнь на земле, и который вместе с Кашиным, вместе с Коломейцем будут Харитоном заниматься профессионально этим делом. Недавно отчитывался Патрушев, тоже глубоко в них эту проблему. Но я сегодня просто ахнул, когда пришёл на слушание, и не увидел здесь ни нового министра, ни министра сельского хозяйства. Это главная тема. Они должны слышать голос страны и понимать, что без глубокой и обстановательной поддержки депутатов Государственной Думы и Совета Федерации, без перераспределения ресурсов в пользу земли, села нашего плодородия, мы не решим эту проблему. Поэтому давайте объединять усилия и решать эти темы более эффективно. Есть три способа вылезать из кризиса, три приоритета. Военно-промышленный комплекс, там главная наука и новейшие технологии. Президент лично курирует. Второе направление – стройка. У нас 58 тысяч брошенных строек. Даже кудри нахнул, когда посчитал сколько, а ведь там заморожены сумасшедшие деньги, а село прежде всего нуждается в качественном строительстве социально-культурной инфраструктуры. И агропромышленный комплекс. Давайте вместе двигать его. Мы вас тут всегда поддерживали и будем активно поддерживать. Если вам сейчас скажут, что у нас нет денег, это самая большая ложь. У нас столько денег никогда не было. 125 триллионов замороженных ресурсов. 31 триллион лежит в банках и на предприятиях, но при таких ставках не хотят вкладывать, проще прокручивать. У нас с вами 8 с лишним триллионов фондовостояния. Вроде банк будет покупать, нафига он нам нужен? Они получили в сплатные эти деньги, надо вложить в землю, в агропромышленный комплекс, сельхозмышленное строение. Невозможно решить вопросы работы на земле, если у вас не будет нормального сельхозмышленного строения. Харитонов, Коломейцев и Кашин начинали эту проблему, когда у нас живых оставалось два десятка предприятий. Сейчас почти три сотни. Но мы не убедили предыдущее правительство дать 20 миллиардов дополнительных для того, чтобы поддержать ключевые предприятия. Мы вот занимались Россельмашем, занимались Кировским заводом. Одно предприятие комплектует тысячу хозяйств предприятия, а второе – 600. И так и по сей день эта проблема не решена, хотя она выведенится не стоит. Ее надо решать немедленно. Я хочу, чтобы и премьер Мишустин услышал наш этот голос, когда мы утверждали, я открытую сказал, без поддержки сельхозмышленного строения мы не решим проблемы развития агропромышленного комплекса и улучшения плодородия земли. Сейчас прекрасно выступал руководитель из Краснодара. Я 10 лет отработал на Северном Кавказе, курировал, но даже на краснодарских полях, где работает современная техника, умеют работать на земле, плодородие почвы истощается, а не растет. Поэтому надо будет проводить комплексную программу. Ее подготовил Владимир Иванович в блестящее вдовем докладе, изложил, давайте вместе сейчас сложим свои потенциалы. Впервые в истории Думы, когда и президент, и Гордеев, и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев, и Совет Федерации, я слушал двух сенаторов, которые выступали весь, все согласны с тем, что тут надо, давайте сейчас все сделаем, чтобы это надо материализовалось в конкретную программу. И два-три примера в заключении. Мы с Кашиным шествовали над Ленинским районом, не только потому, что он Ленинский, там горки Ленинские. Там было 15 лучших хозяйств в Подмосковье. Уцелело одно, совхоз имени Ленина, где сложили фонды, поставили задачу освоить новые технологии, обеспечить социалку, и дать хорошую зарплату. Где современное предпринимательство объединилось со всем лучшим, что есть в этой отрасли. 14 хозяйств других разделили на куски и паи, их нет. Бурьяна многое поросло. Вот это хозяйство второй год не могу отбить от новых рейдеров и бандитов, которые окружили со всех сторон. Почему? Потому что оно уникальное по своему характеру. Средняя зарплата 90 тысяч. Ферма 500 коров дала по 11 тысяч литров, скажем, лучший урожай кормоплодов, великолепные сады, классная школа, потрясающая, лучшая в Европе, иностранцев привозили. Сейчас комплекс и ходят, как вокруг горячего молока, никак не сожрут, только потому, что это хозяйство является тем образцом, на который надо равняться. У Соли-Сибирской в Иркутской области оно показывает, каким должно быть коллективное настоящее хозяйство. Там у руководителей не может быть зарплата больше, чем 4 раза в среднем. У них средняя зарплата уже 108 тысяч. У руководителей почти полмиллиона, вполне хватит. И полная переработка, весь стык без посредников. Мы с Харитоном вводили 2 тысячи народу, чтобы отбить в Мариэл хозяйство, которое называется Звениховская. Там во главе с бывшим губернатором, который сейчас сидит, такая банда взяла на абордаж это предприятие, что мы еле-еле отбили. Сейчас оно лучше в Европе. Звоевала 30 золотых и серебряных медалей, получила главный кубок, полная переработка, 700 своих магазинов, весь стык и так далее. Сейчас начинают терроризировать только потому, что работают грамотно, эффективно, и показывают пример всем остальным. Мы должны вместе возвысить свой голос в защиту такого рода уникального образца, который позволяет и землю обрабатывать, и зарплату иметь, и о детях помнить, и создать блестящий психологический климат. Я из семьи учителей и пчеловодов почти 400 лет семья занималась пчелами, и прадед, и дед, и отец, и мы братья, и у меня сейчас с приятелем Тарнаевым есть своя пасть. В прошлом году погибло 40 тысяч пчел за счет грязной химикалии. Подготовили прекрасный закон. Лебедя в слушании провели, все развернули, но, думаю, примут обязательно. было министер сельскохозяйств, вроде поддержали, уперлось опять председателя правительства и остановилось. Если бы мы его приняли, мы бы не угробили, у нас в три раза сократилось поголовье коров и в три раза поголовье пчел. Было 10 миллионов пчел и семей, осталось около трех. Если мы вместе сложим усилия и будем активно работать на земле в области сельскохозяйств, сельхосморсостроения, экологии, я уверен, что мы добьемся ответствующих результатов. Я благодарю, что вы в этом историческом зале проводите столь важные слушания, а мы всегда были вашими сторонниками, друзьями, союзниками. Мы работаем на земле и любим землю. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok